Глобальная цензура Глобальная сеть и глобальный инструментарий, конечно же, предназначен не для всех, и коль скоро начала действовать глобальная цензура, предполагаемая, то есть надо было втянуть все человечество, миллиарды людей, в том, чтобы они использовали этот инструментарий, а потом отделять чистых от нечистых. Потому что создать нечто параллельное, действительно свободное или какой-то другой альтернативный проект, это дорого и долго. И перетянуть публику из одного ресурса в другой, это требует, по крайней мере, длительных усилий. Большой вопрос, справятся ли какие-то конкурирующие проекты с тем, чтобы изменить ситуацию. Так вот, глобальная цензура предполагает и глобальный замысел, который стоит за этим. Мы по тому, о чем стремятся создать фигуру умолчания, можем понять, что за люди стоят за этой глобальной цензурой и за созданием глобальных сетей. Какие темы цензурируются, например, в Фейсбуке, в Ютубе, в Инстаграме? Уже давно это тема Холокоста. То есть любое сомнение в том, что чисто еврейская версия мировой истории является сомнительной, по крайней мере, приводит к тому, что вас либо те материалы, которые вы публикуете, просто ликвидируются, либо они опускаются в рейтингах, либо ликвидируются вообще полностью аккаунты, как у меня ликвидировали мой книжный аккаунт на ресурсе Smashwords, там, где выставляются книги. Как только они обнаружили книгу, которая по их представлениям неприемлема, они ликвидировали и все остальные мои публикации тоже. В Ютубе действует, может быть, мягче, но тоже. Как только об одной из книг я сделал некий анонс, этот материал был ликвидирован. И везде, где это происходит, в том числе и на российских ресурсах, например, есть тоже такой ресурс якобы для книжной торговли Litres, там любая политическая публикация просеивается, просматривается, и если про Холокост, то ликвидируется. И это одно из направлений глобальной цензуры. Никакой альтернативной версии быть не может, и любое сомнение в том, что фактически материал, положенный в ее основу, является достоверным, цензурируется, уничтожается или снижается в рейтингах как можно ниже. В истекшем году мы знаем о том, что был период раскрутки темы пандемии, когда в рейтингах искусственно повышались публикации, связанные с коронавирусом, неважно, критические в отношении тех, кто свои методы борьбы предлагал, либо нет, рейтинг был высокий, а не так давно включилась цензура. То есть, если вы сомневаетесь в том, что рекомендации ВОЗ являются правильными, то вам не положено. Либо ликвидируется полностью, как у меня один из высокорейтинговых роликов, еще майских прошлого года был ликвидирован, либо в целом ваш аккаунт понижается в рейтинге. Это тоже я на себе почувствовал. Российские власти скулят о том, что их ресурсы тоже понизили в рейтинге. У них они перестали попадать как бы в топ, потому что их не размещают в наиболее доступную часть тема дня или в тренде вот этот разряд. Точно то же самое и в отношении каких-то других, не только близких к нынешнему политическому режиму. Там это общая политическая цензура в глобальной сети, а для меня лично тоже делаются определенные действия, которые резко понизили посещаемость моего электронного сайта и гораздо меньше людей стало смотреть мои ролики. Если летом это было где-то 30-40 тысяч, то сейчас 3-4-5 тысяч, не больше. И преодолеть вот этот цензурный подход абсолютно невозможно в рамках действующего инструментария, действующих платформ. Альтернативных не существует. Они, по крайней мере, гораздо хуже, и переход туда не дает абсолютно ничего. Хоть российские власти и скулят, но они действуют ровно, точно такими же методами. Есть Роскомнадзор, который даже хлеще еще действует. Он предупреждает различные электронные ресурсы о том, что вот эта публикация неприемлема. Почему неприемлема? Почему доказательства какие-то о том, что публикация противоречит российскому законодательству? Это не рассматривается. Просто предупреждают. Ваш сайт будет закрыт, если вы не уберете эту публикацию. Естественно, люди убирают эти публикации, а если забывают, то закрывается сайт целиком. Это действие уже локальной цензуры, но эта локальная цензура абсолютно синхронна с глобальной. И поэтому цензура российская действует в том же самом направлении и является просто отраслью вот этой глобальной цензуры. У них есть некое несовпадение, но во всем том, что подлежит запрету, несомненно, вот именно это. Если глобальная цензура выставляет на первые рейтинги все, что связано с именем Навального, то местная цензура, она предполагает, что все публикации, которые негативно оценивают действия власти, в том числе и в отношении граждан, которые пытаются воспользоваться своим конституционным правом на мирный протест или мирное высказание своего мнения, все эти люди, в том числе и я, берутся, что называется, на карандаш и отслеживаются спецслужбами, отслеживаются разнообразными цензурными комитетами, негласно существующими в нашей стране и создающими проблемы в жизни людей, которые неугодны по какой-то причине этой власти. Мы попадаем в ситуацию, в которой до сих пор не были, то есть стали очевидными инструменты скрытой цензуры. Это обычно, в отличие от Роскомнадзора, скрытые цензуры, то есть субъект, который организует цензуру, не объявляется. Правила цензуры не объявляются, хотя мы видим по действиям, когда нам говорят, что эта публикация не соответствует правилам некого сообщества, хотя никогда не заявлялось, что там, скажем, сеть Фейсбук – это некое сообщество. Это не сообщество. Это средство коммуникации. И что в этом средстве коммуникации оказываются приняты определенные правила, никому неизвестно. Те правила, которые выставляются, не соответствуют тем действиям, которые предпринимают анонимные админы, это никого не волнует. То есть создано некое пространство, в котором произвол скрытых манипуляторов является правилом. И мы с этими правилами будем продолжать жить какое-то время. По крайней мере, нам надо стремиться к тому, чтобы минимизировать действия этих правил. Значит, нам придется угадывать их. А параллельно нам нужно создавать свою информационную среду и создавать свои социальные сети. Потому что то, что создается в Российской Федерации, это ровно такое же, что создавалось за рубежом и базируется там в США. И может быть непонятно где. Потому что сейчас точно сказать, где вот этот глобальный регулятор находится, никто не может. Он может перемещаться по миру в любую точку. Да, надо добавить еще об одной цели цензоров. обеспечить всемирную вакцинацию. При том, что российская вакцинация, вот сейчас уже прямо сейчас об этом сказано учеными, является самой опасной. Ее возникновение внезапное, очень подозрительно. Скорее всего, эта так называемая вакцина, в кавычках, была создана задолго до так называемой пандемии. Потому что она оказывается еще и универсальная. То есть она воздействует на создание антител, против широкого спектра вирусов. Но она геномодифицирует клетку. И это установлено, это факты. Поэтому нельзя называть этот препарат вакциной. Это не вакцина. Это действительно некое вещество, биологический субстрат, который вносится в тело человека. И модернизирует его структуру наследственности и воспроизводства организма. Это крайне опасно. То есть фактически речь идет о генной модификации человека. А при той насильственной, уже начавшейся, и обязательной, это очевидно, чтобы они там не говорили, эти лжецы, они лгут беспрерывно. Вакцинации, все это опасно прежде всего для населения Российской Федерации и тех стран, которые будут использовать эту вакцину. То есть прямой генный эксперимент на широких массах людей с веществом, которое до сих пор толком не исследовано. Ни его ближайшие последствия его применения, ни отдаленные последствия, тем более никем не устанавливались. И эта информация об этом цензурирована, скажем, в российских средствах массовой информации. О дискуссиях среди ученых не сообщает ни один телевизионный канал. Я бы еще хотел обратить внимание на магию цифр, которая воздействует на людей. Почему у одних посещаемость видео низкая, несмотря на то, что высказывания более квалифицированы на ту же самую тему, а у другого миллионные просмотры. И все это стало очевидным в деле с Навальным, когда вот этот мировой закулисный цензор начал повышать рейтинг этого персонажа политического. Я ничуть ему не сочувствую именно в этой роли, в роли политзаключенного. Конечно, я испытываю это сочувствие, и я ничуть не на стороне вот этих полицаев разного ранга. В общем, вся теперь российская власть это сплошь одни полицаи, то есть изменники, предатели. При этом Навальнистам я не сочувствую. Они гораздо хуже даже, чем сам Навальный. Сам Навальный является тоже такой вот фигурой, которая рейтингуется специально для того, чтобы он стал известен абсолютно всем, и таким образом он альтернатива в этой роли негативно или позитивно оценивает. Не важно, он известен всем. Создавали такую фигуру в течение многих лет и создали. Другой сравнимой фигуры нет, поэтому если, скажем, Путин уходит, то вот этот закулисный манипулятор выставляет Навального, его очень трудно переиграть, просто в силу того, что любая альтернативная ему фигура будет малоизвестна. Таким образом, он обладает решающим преимуществом при любой имитации выборов. А любые выборы являются имитацией. Кто-то надеется на демократию, но выборы проводит тот, кто знает их итоги. Нет никакой независимой избирательной системы. Кто эту музыку оплачивает, тот и получает нужный результат. И вот этот закулисный манипулятор закладывает определенный результат. Мы с ним должны будем или смириться, или сам этот манипулятор изменит стратегию, возможно, выставит какую-то иную фигуру и будет ее раскручивать, а Навальный будет служебной фигурой. Нам это не важно. Важно, что нами пытаются манипулировать. Нам это не может нравиться. Мы с этим не можем смириться, в особенности потому, что силы это деструктивные. У них помимо информационной несвободы, помимо фальсификации истории, есть еще и все вопросы, связанные с гомофобией и с гомофилией, регулируются самым жесточайшим образом. Нам это не может нравиться, поэтому нам нужно создавать свои собственные информационные системы. И прежде всего на основе личного взаимодействия, личной беседы, а не беседы, открытой для просмотра, цензурирования, рейтингования. Рейтинги значения не имеют. Любую цифру под любым видео или под любым материалом можно проставить. Это будет даже честнее, чем заниматься тем манипулированием, с которым мы сталкиваемся. Наши структуры, нашего общества должны вновь стать орденскими, закрытыми, прежде всего для внешних регуляторов. И тогда мы сможем воспроизвести общество, а потом и государство, как суверен, который отделяется от всего остального мира, тем, что внутри себя защищает свои собственные интересы, не позволяя внешним силам искажать самосознание населения, искажать цели власти и формировать эту власть. Слава Руси! Господи, спаси!